С 23 по 27 июня оздоровительный лагерь имени Карбышева в Омской области принимал участников спортивных игр людей с поражением опорно-двигательного аппарата Омск-2013. Спортивно-фестивальное событие было приурочено к 25-летию Всероссийского общества инвалидов. В наш регион приехало более 160 атлетов Сибирского федерального округа. По традиции, я думаю, что их нельзя забывать и люди, которые хотят жить полноценной жизнью, должны, конечно, соревноваться. Здесь они будут соревноваться по шести видам. Это те виды, которые доступны нашим людям с поражением опорно-двигательного аппарата. Но было приятно смотреть на ребят на параде, что разная категория спортсменов, как мы их называем, физкультурников, которые будут соревноваться. Но я думаю, что эта база, которая здесь есть, спортивная, позволит им показать хорошие результаты. К торжественному открытию спортивного фестиваля организаторы подготовили красочную культурную программу. Поприветствовать участников соревнований в Карбышево приехали почетные гости, музыканты, байкеры и даже рыцари. Кто ты сверхчеловек? Чем превосходишь остальных людей? Какая идея движет тобой? Где ты берешь силы для победы? Среди гостей игр чемпион Паралимпиады в Афинах Дмитрий Полин. Прославленному омскому пловцу доверили поднять флаг России и открыть соревнования. Ну, конечно, такие проводители соревнования, это объединяет людей. Очень рады, что приехали к нам в Омск, в со всей Сибири собрались объединять людей в спорте. Дартс, пауэрлифтинг и настольный теннис – виды первого соревновательного дня. В Карбышевском спортзале развернулись жаркие поединки. Специалисты отмечали высокий уровень подготовки атлетов и их невероятную силу духа. Очень лояльные, корректные, не оскорбляют никого, жмут руку сопернику, помогают, подают мячи. Даже не минуя волонтера, сами просятся сесть за счетчик, покрутить счетчик. То есть, все шикарно, никаких претензий. Все в форме, все свои ракетки, мячи. Это очень даже радует. У каждого из участников соревнований разные профессии, интересы, увлечения. Но в одном они единодушны. Спорт очень помогает жизни, позволяет справляться с трудностями, поднимает настроение. Я по жизни очень активная, я вообще веду очень активный образ жизни, я работаю в социальной защите. То есть, моя профессия, это действительно ходьба, движение, а это, естественно, как это, конечно, помогает, очень помогает. Соревнования всегда стоит проводить. Во-первых, это спортивный рост, рост результатов, ознакомление со своими будущими соперниками, возможно. То есть, просто знакомство, встречи старых друзей обязательно. Ну и вообще, мы не так часто уж и бываем на выезде, где-то на каких-то соревнованиях, чтобы можно было, допустим, чувствовать себя более полноценным человеком. А такие соревнования как раз и дают возможность выехать, выбраться, где-то проявить себя в обязательном порядке. Во второй день спортсменам предстоял переезд в Омск. Для соревнований по легкоатлетике участников игр привезли в спортивный комплекс «Сибирский нефтяник». На базе оборудованного легкотлетического стадиона состязались в беге, толкании ядра, прыжках в длину, двоеборье на колясках. Сергей Колодюк – представитель делегации из Бурятии. Готовясь к старту, рассуждает о том, какую роль сыграл спорт в его жизни. До ранения Сергей занимался вольной борьбой. Сейчас поддерживает форму благодаря тяжелой и легкой атлетике. Я думаю, что спорт – это и есть тот фундамент для человека, который попадает в жизненную трудную ситуацию. Он может какие-то свои негативные эмоции именно истратить на занятия спортом. И, тем не менее, он как бы дает интеграцию в общество. Потому что, когда получая инвалидность, человек попадает в другой мир, сталкивается с огромными трудностями, не только какими-то физическими, но и моральными. Когда ты живешь на сущной жизни, какой-то активной жизни, и в один момент все ломается, трудно остановиться, реабилитация. И вот, мне кажется, что спорт – это один из эффективных способов реабилитации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Заключительный день спортсмены посвятили плаванию и стрельбе. Победители и призеры получили свои заслуженные награды. Три соревновательных дня оставили в памяти участников самые положительные впечатления. Довольны остались и спортсмены, и организаторы. Гости наши отмечали, что такого приема они как бы давно не видели. Именно выбран вот этот загородный формат в летом, в прекрасном таком многофункциональном лагере, или как его назвать, комплексе спортивно-оздоровительном, как база имени Карбышева. Такие хорошие номера в лесу, в бару, отдых. Очень много белочек, это вообще для нас развлечение такое было. Много настольных игр, тоже здорово, очень здорово. Было чем заняться все время, свободного времени практически не было. Все довольны, и мы довольны. Мы не ожидали, что получится такой хороший праздник. То есть мы старались, делали все для этого и удовлетворены. Не часто встретишь, допустим, на Сибирском федеральном округе такой представительный состав спортсменов. То есть я для себя открыл пауэрлифтинг. То есть здесь уровень. Вот мы выставили 90 килограмм, а ребята жали 200. Появились новые друзья, общение, какие-то увлечения. Познакомились, прекрасно повели время. Завершилась программа спортивных игр ярким торжественным закрытием и подведением итогов соревнований в командном зачете. Третье место заслужили хозяева праздника, представители Омской области. Второе место за иркутскими атлетами, а главный кубок получили спортсмены из Бурятия. Также участники были отмечены в отдельных номинациях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова